Детская литература Меня интересует уже не как маму мои дети выросли и не как исследователя, наверное. Я скорее имею дело с писателями, как член экспертного совета конкурса «Книгуру». И в один из предыдущих сезонов входила в жюри конкурса «Новая детская книга». С другой стороны, как школьного учителя, который имеет дело с самыми настоящими живыми читателями. То есть живые читатели, живые писатели и тексты, которые их соединяют – вот предмет моего интереса в детской литературе. Об этом, наверное, и поговорим. Если мы с вами поглядим на статьи, посвященные детской литературе в прессе, мы увидим, что ее исправно хоронят все последние 25 лет. Однажды на круглом столе, посвященном детской литературе, на этот круглый стол назывался «Детская литература умерла» с вопросительным знаком. Приглашенные туда детские писатели пришли все одетые в траур. Ну, раз нас хоронят, значит, вот мы придем в трауре. Может быть, проблема отчасти в том, что каждый взрослый, вырастая, оставляет детскую литературу в том состоянии, в котором она оказалась на момент его взросления. И когда начинает читать детские книги со своими детьми, первым делом обращается к своему опыту детства, который замер у кого-то на 60-х, у кого-то на 70-х, у кого-то на 90-х годах. И с изумлением спрашивают, а что, неужели что-то было после Чуковского и Маршака? Ну вот, лично я родилась в год смерти Чуковского. Мои ровесницы уже бабушки, они уже читают своим внукам, и наверняка за эти полвека что-то в детской литературе появилось. Тем не менее, люди искренне не верят, что там возникло что-то. Чей читательский опыт замер на Крапивине? Спрашивают, неужели что-то было после Крапивина. Ну, понятное дело, что ничего хорошего нет и быть не может после Крапивина или после Волкова. Ну вот еще одна статья. Вникать в детскую литературу очень трудно. Приходишь на ярмарку или в книжный магазин, глаза разбегаются, все такое яркое. В глаза прежде всего бросаются самые яркие, самые дешевые, самые низкокачественные книжки. Поэтому проще всего объявить всю детскую литературу вредной и паршивой, и на этом основании, в общем-то, не существующей. И отослать детей к вечно зеленой классике, которую они должны читать для того, чтобы стать такими же, как их родители. Ну вот здесь еще один интересный подход к детской литературе. Детская литература здесь объявляется, в общем-то, пропагандирующей всякие вредные штуки. Но посмотрите, чем автор иллюстрирует свой постулат западными мультфильмами. Казалось бы, о какой детской литературе мы говорим? Вот какая детская литература вредная несет те самые вредные ценности, что пропагандируют? А это, оказывается, мультфильмы, да, то есть как бы разница между мультфильмами, литературой, вообще все современное, все плохое. Вот, оно все транслирует что-то не то, да, детские фильмы пропагандируются безвкусицу, чуждые ценности насаждают что-то ужасное. И тут в дело вмешиваются уже разнообразные общественные организации, Уральский родительский комитет, Уполномоченные по правам ребенка и так далее. Ну, как в прошлом году вмешалась Уполномоченная по правам ребенка, мы, может быть, я думаю, что вы хорошо помните, механизм этого вмешательства всегда один и тот же. Никто не обращается к исследователям детской литературы, никто не пытается глубоко вникнуть в тему, да. Кто-то что-то увидел, сфотографировал, выложил в Фейсбук или чаще всего ВКонтакт или в Одноклассники, пошла волна перепостов, на волне перепостов, значит, подняли прокуратуру по тревоге, прокуратура решила провести проверку, ну и так далее. Ну и на всякий случай что-нибудь запретить надо, вот как бы просто, ну вот как бы чего не вышло, да. То есть у людей, которые пытаются решать проблемы детской литературы, они у них, безусловно, есть при помощи запретов, как правило, системного представления о том, что такое детская литература, нет. Есть только ощущение, что это нечто страшное, враждебное, современная детская литература, очень-очень низкокачественная, да, и детей лучше всего от этого спасать, потому что она, несомненно, вредна для их психического здоровья. Вот буквально на днях вышло очень любопытное исследование антрополога Александра Архиповой, который исследует городской фольклор. Исследование посвящено совсем не детской литературе, а участию молодежи в митингах протестов. Тем не менее, там содержится одна очень важная мысль. В наше время сломались или надломились механизмы передачи опыта от поколения к поколению. Знание так быстро прирастает, и так быстро меняются технологии, что очень часто молодые учатся не от старших, а наоборот осваивают какие-то умения быстрее, в состоянии передать их сами старшим. То есть традиционный опыт, накопленный старшими поколениями, новым поколениям, уже не востребован. Старшее поколение чувствует, что у него нет рычагов влияния на это поколение, нет контроля, очень страшно, а если у меня нет рычагов, наверное, они есть у кого-нибудь другого. Поэтому, скорее всего, моего ребенка используют и манипулируют, его зазомбируют, зазомбируют через книжки, интернет, школу, что еще. То есть ребенка вырастят не таким, как я, он будет мне чужой. Вот это универсальный человеческий страх, который, ну вот страх высидеть подкидыша, значит, вырастить какого-то гномьего подменыша, черебенка, который будет не похож на тебя. И отсюда вот эта вот пристальная борьба со всякого рода всем, что кажется в книгах непривычным, нетрадиционным, угрожающим, страшным, неправильным. И такое пристальное высматривание в детских книгах чего-нибудь такого, вот что кажется угрожающим. И очень серьезная борьба с этим, с привлечением правоохранительных органов. Но об этом, может быть, чуть-чуть попозже поговорим. Если посмотрим на то, о чем говорят специалисты, увидим у них несколько другой подход. Ну вот здесь видно, да, я надеюсь, заглавие статьи видно. Да, здесь исследователи замечают всегда одну и ту же странную закономерность. Если ты внутри детской литературы, ты видишь, что она существует, она развивается, что внутри есть замечательные писатели, есть хорошее издательство, есть очень интересные тексты. Более того, дети, к которым они в руки попадают, детям эти тексты нравятся, дети с удовольствием о них отзываются, да, и с удовольствием их читают. Но, тем не менее, детской литературы, если на нее поглядеть со стороны, кажется, что ее нет. Ну вот цитата из статьи исследовательницы Марии Скаф. Ее нет ни как свода текстов, входящих в круг детского чтения, ни как плеяда авторов, представляющих национальную литературу миру, и уж точно не как ниши на книжном рынке. Ее нет как института, включающего в себя писательский, читательский, профессионально-исследовательский цеха, находящиеся в постоянном, желательно плодотворном взаимодействии. Ну вот Юрий Поляков недавно, ну как недавно, давно, лет 10 назад, просто сказал, детской литературы у нас нет. Ну нет и все, да. Тем не менее, она все-таки есть. А вот название... Ой, что это я сделала? Ага. Вот исследовательница Мария Черняк из Санкт-Петербурга, доктор наук, она назвала свою статью «Золотой век или погибшая Атлантида». Люди уверяют, многие, что детская литература вся ушла на дно, как Атлантида погибла вместе со своим читателем. Те, кто внутри, видят, что ничего не погибло, там золотой век на самом деле. Вот этот парадокс «Золотой век изнутри», который снаружи кажется совершенной гибелью, упадком, исчезновением детской литературы, чем же это вызвано? Почему изнутри видно, что расцвет, а снаружи видно, что упадок? Ну, прежде всего, базовый постулат. Детская литература кончилась, потому что кончился читатель. Потому что дети больше не читают, и не читают ни школьную литературу, ни вообще никакую литературу, а сидят только, значит, вот пырятся в своих гаджеты. Я покопалась в интернете, к каким временам восходят первые ломентации о том, что дети не читают. Восходят они вообще к первым годам Рунета. Ну, вот самый такой большой взрыв текстов на тему «Почему дети не читают?» мне удалось обнаружить в 2003 году. Вот кто в этой аудитории в 2003 году был ребенком? Поднимите руку. Есть такие? Во! Вот, вы те самые не читающие дети, с которых это все началось. Дети с тех пор уже, небось, выросли, прочитали немало книжек, правда? А копья на эту тему постоянно продолжают ломаться. Почему они не читают? Дети, значит, на это все смотрят со стороны с некоторым удивлением. У меня есть такая маленькая детская редакция, мы с ней вместе делаем вкладку «Параллели» в новую газету. Одна девочка назвала свой текст про чтение старшеклассников. «Да читаем мы, читаем». Ну вот текст из пабли... А, еще одно, да? Почему? Нет, они читают, но читают не то, что мы хотели бы. Им надо Толстого и Достоевского читать, а они паблики какие-то читают. Ну вот статья из паблика о том, почему рэперфейс использует образы Мандельштама. Это вот те самые не читающие пишут. Вот статья о детском чтении, написанная теми же самыми не читающими детьми. Они говорят, мы читаем, для нас это важно, а просто у нас свои желания, у нас свои потребности. Мы отбираем то, что нам самим кажется интересным. Это не всегда совпадает с вашими рекомендациями. Но признайте, что у нас во всяком случае есть хоть какая-то собственная воля и собственное право выбирать то, что мы хотим прочитать, и любить то, что нам нравится. Меня как учитель очень часто спрашивают, «А что читают современные дети?» Ну вот на этот вопрос я всегда отвечаю вопросом, «А что читают современные люди?» Понятно же, что ответить просто так на это нельзя. Дети, так же, как и их родители, очень разные. Это зависит от огромного количества разных факторов, от места проживания, от доступности книжных магазинов, от системы распространения книг, от наличия интернета, от наличия руководителя чтения какого-то, от того, как читают или нет в семье. То есть масса факторов. На самом деле в очень читающей семье дети могут быть совершенно не читающими, у них какие-то другие ведущие способы получения информации о мире. Действительно, книга перестала быть, книга утратила монополию на знания. Если мы посмотрим на 20 век, например, когда-то мне попалось очень интересное исследование о том, какие заказы делали советским писателям, советские школьники к съезду Союза писателей в 1934 году. Тогда Горький со страниц комсомольской правдой, пионерская правда подхватила, обратился к детям, каких книг вы хотели бы от детских писателей. Дети просили книг обо всем, начиная от того, как сделать домик для кролика и заканчивая подвигами водолазов и прона. Как живут дети в капиталистических странах. Расскажите про революцию, напишите книжек из нашей жизни, напишите то, 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 то. Был страшный книжный голод. Они очень хотели читать, они хотели узнавать больше о мире, но книжки не были доступны. Дайте нам это знание о мире, просили дети в начале 30-х. Наши дети находятся в принципиально ином положении. Они не охотятся за информацией, они не успевают от нее отбиваться, они не успевают ее сортировать. Она лезет на них со всех сторон, так что приходится прикрывать какие-то каналы. В некоторых случаях книга не всегда может соперничать с какими-то своими конкурентами, с электронными учебниками, которые дают больше возможностей в каких-то вещах, с документальными фильмами. Проще, наверное, посмотреть, как устроено морское дно и посмотреть глазами на его обитателей, чем научиться. Вязать легче научиться не по описанию, а собственными глазками это увидев. Я еще застала те времена, когда я после 9 класса осваивала английское произношение перед зеркалом по самоучителю курсов иностранного языка. Сейчас нет необходимости в том, чтобы книга несла это знание. Есть множество других способов распространения информации. Кроме, естественно, появляются тексты, другие тексты новой природы, появляются комиксы, появляются графические романы, многие другие непривычные вещи. Появляются такие сначала экспериментальные образцы, когда от читателя зависит дальнейшая судьба героев. Появляются разнообразные графические вмешательства в текст. Кстати, среди подростков недавняя симпатичная новинка на книжном рынке, комиксы Соня из 7-го Буэя Алексея Олегникова с очень симпатичными картинками. Но это что, это не литература? Это литература, конечно, просто она немножечко другая. Если говорить о традиционных читательских предпочтениях, о традиционной книге, родители пытаются добиться, чтобы дети читали то, что читали когда-то они сами. Если отношения между детьми и родителями в общем неплохие, очень часто родители становятся первыми советчиками. Я регулярно спрашиваю своих школьников, что они читают. Я регулярно предлагаю им прорекламировать книжку, которую они читали летом всему классу. Ну вот результаты такого опроса 5 лет назад, сейчас это уже первокурсники. Что любят в школьной классике? Больше всего любят юмор. Чехова, Гоголя, из внеклассного чтения О. Генри, чемпионы. Любят Александра Грина. Часто забегают вперед из того, что они называли обыкновенная история Гончарова. Идиот Достоевского с комментарием «Люблю, как Достоевский строит интригу». Мертвые души с комментарием «Невероятно смешно рассказываются эпизоды из жизни Чичикова». Анна Каренина, комментарий Лев Толстой замечательно изображает человеческую душу. Морфи, Булгакова. Из летнего чтения впечатлили только Ромео и Джульетта и Дон Кихот. Очень много зарубежной классики в их чтении. Вообще постоянный запрос «Дайте нам зарубежную литературу, почему мы в школе не изучаем зарубежную литературу, почему у нас нет 20 века зарубежного». Читают от мифов Древней Греции до Гауфа, от Джейн Остин до Ремарка и Экзюпери, Сеттон, Томп, Санова, Твойнич, консервный ряд Джона Стейнбека, «Завтрак у Тиффани Трумна Капоте», «Вверх по лестнице, ведущий вниз Белл Кауфман», «Здравствуй, грусть Франсуаза Саган». Это очень небольшая группа, 16 человек. Можно, конечно, сказать, что вы имеете дело с отборными детьми, самыми лучшими в стране, редкими, изысканными. Когда спрашиваю по другим учителям, знакомым учителям литературы, очень многие говорят примерно то же самое. То есть очень широкий диапазон чтения, нет единого списка, который все читают, вот единый список, который в принудительном порядке обсуждается, как будто это самая главная проблема и детского чтения, и преподавания литературы. Некий золотой список, который надо утрамбовать им в головы, чтобы они выросли духовно-нравственными. Что еще? Джек Лондон, Маркес, очень любят фантастику. Фантастика практически вся. Причем, что интересно, именно фантастика чаще всего становится областью взаимодействия между взрослыми и детьми. Обычно ее советуют родители. Начинают с Кира Булычева, затем приходят Стругацкий, Шекли, Желязный, Станислав Лем, Фрэнк Герберт, Вони Гуд. Многие хвалят Стивена Хокинга. Брэдбери, естественно, Дуглас Адамса с фотостопом по галактике из такого юмористического и иронического Терри Пратчет, Роберт Асприн. Многие любят Макса Фрая. То есть здесь тоже очень широкий диапазон вот этих миров, в которые интересно погружаться, в которые интересно исследовать. Из современного. Чаще всего, вот по моим опросам, лидер читательских предпочтений у наших подростков, дом в котором Мариам Петросян. Из зарубежных, практически вне конкуренции, дающий Лоури. Что еще называют? Бумажные города Грина, бывают дети Зигзаги Давида Гроссмана, собака-пес Даниэля Пинака, где ты Марка Леви? Упомянут Бормор много букв книга для Иградемиургов. Очень много нон-фикшн, лингвистика, генетика, математика, история, криптография, биология. Среди биографий несколько лет подряд держала пальму первенства биография Стивена Джобса. Вопрос в прошлом году восьмой класс опрашивала, нынешний девятый, сейчас в этом году их не спрашивала, а данные за седьмой класс куда-то прикопало уж, извините. Ремарк три товарища, мастера Маргарита, Уэллс, война миров, рай сказки старого Вильнюса, Веллер, легенды Невского проспекта, Акунин, Левиафан, Алексей Моторов, преступления доктора Паровозова, Сабитова, три твоих имени, Петросян, дом в котором, Сергей Садов, рыцарь ордена, Абрахам, Верге за рассечение Стоуна, Ибекаслик, худышка, Сюзан Хилтон, изгоя, Питер Свенсон, убить лучше по-доброму, Мэтти Ридли, геном. Видите, да, очень широкий разброс. Нельзя сказать, что читают современные дети. Читают очень много и очень разного. Собственно говоря, если мы зададимся вопросом, как получить более-менее широкий срез, ну вот я тут такая приехала в Тулу со своим самоваром, у вас есть замечательная лаборатория социокультурных исследований, которая проводит, это я уже все сказала, да, фанфики они еще очень много читают и пишут, которая проводит Олимпиаду книжья нора, и здесь они как раз составляют разнообразные списки, ставят книги на разные полочки, да, в каких книгах есть трикстер, вспоминают, в каких книгах, внятно говорится, это задание этого года, зачем нам освоение космоса, какие лучшие книги о детстве и взрослении, футуристические подборки. То есть, если посмотреть на материалы Олимпиады книжья нора, очень широкий срез читательских предпочтений современных детей вырисовывается. С другой стороны, есть ли нечитающие дети, ну а есть ли нечитающие люди, безусловно, есть, да, дети, в общем, это люди, да, это люди очень разные, разных социальных страт, с разным жизненным опытом, с разными убеждениями, с разной доступностью каких-то благ. То есть, вот от конкурса «Книгуру» мы очень регулярно ездим по России, в том числе по маленьким поселкам, где мы очень часто встречаем совершенно замечательные библиотеки, чудесных убежденных библиотекарей, которые с удовольствием работают с детьми, дети к ним лепятся, потому что у детей все-таки есть очень серьезный дефицит такого дружеского горизонтального общения. Все общение с детьми очень часто вертикальное. «Я начальник, ты дурак, я тебе транслирую ценности, ты сиди мне, внимай, пожалуйста». С библиотекарем возможно общение не с позиции сверху вниз, не дидактическое, а дружеское, обсуждать книжки, поэтому дети, в принципе, к библиотекам, к библиотекарям очень тянутся. Но если посмотреть на книжные фонды, они не обновлялись лет 20, библиотекари по всей стране воем воют, до нас хорошие книжки не доходят, мы их не получаем, наши фонды устарели. И в самом деле, если мы посмотрим на средний тираж новой детской книжки, это, ну, как правило, 5000 экземпляров, это даже по московским меркам совершеннейшие пустяки. Книжки действительно до очень многих детей не доходят, да, и здесь мог бы стать выходом интернет. Участие в тех же книжных олимпиадах, участие в том же конкурсе «Книгуру», который я упоминала, он действительно создает библиотеку, доступную библиотеку онлайновой литературы, актуальной для подростков. Но если ты об этом говоришь с библиотекарем, библиотекари пугаются, говорят, так вы что же хотите, чтобы они в компьютерах сидели, чтобы они с экрана это читали? Мы, наоборот, стараемся их оттянуть от компьютера, оторвать их от компьютера и гаджета, а вы их, наоборот, туда притягиваете. Ну и тут у нас, значит, в полный рост встает вопрос, формулированный маршалом Маклюэном, действительно ли the medium is the message, то есть действительно ли средство, способ передачи есть сообщение. С точки зрения поселкового библиотекаря, он действительно абсолютно прав, и «Война и мир» на гаджете, на электронном носителе уже совсем не то, что «Война и мир» на книжном носителе. Смена носителя, она действительно очень многое значит. Как я уже сказала, видео потеснило текст, тексты новой природы потеснили, традиционные тексты. При этом новый текст, он в отличие от традиционного, оставляет место для интерактива, для читательского взаимодействия с ним, для додумывания, для дописывания, сотворчества какого-то. Традиционный текст, он все-таки замкнутый, закрытый. И вот эти новые тексты, они тоже очень пугают. Как-то вы хотите им самим, что ли, в руки руль дать? Вы хотите, чтобы они сами что-то здесь делали, они что-то творили, а кто они такие, эти читатели? Они малы еще, они ничего не знают, они ничего не понимают. Труднее всего, наверное, со школой, потому что школа очень много портит в отношении ребенка к литературе с вот этим своим консервативно-охранительским подходом, как какой-то литература, это нечто сакральное, это какое-то знамя полка, и наша задача его в неприкосновенности пронести и передать следующим поколениям, не для того, чтобы эти следующие поколения там жили более полной жизнью, там или были какими-то более симпатичными людьми или легче решали свои собственные проблемы, а для того, чтобы вот это священное знамя они подхватили и в неприкосновенности передали дальше. Собственно говоря, литература в школе, вот мне в интернете где-то попалось, к сожалению, не нашла, кто автор этой картинки, замечательная такая картинка, как русская литература вот стоит на трех китах, и добавление от замечательного преподавателя Михаила Георгиевича Павловца из лица высшей школы экономики, что на самом деле три кита, которые от школьника требуются, вот это тема Великой Отечественной войны, тема Родины и тема природы. Причем, заметьте, то есть они фигурируют во всех практически экзаменационных материалах, на них формулируются темы сочинений, не итоговых, да, а любовь, а свобода, ну, разве что еще нравственный выбор подсунул, да. А школа транслирует ученику, что литература – это нечто святое, это некий замкнутый корпус текстов, священных абсолютно, ну, их, наверное, ну, может, сто, да, обязательно, чтобы была красивая цифра, чтобы было сто текстов, которые ты вот прочитал и сделался абсолютно правильным духовным человеком, сформировался, тексты при этом обязательно нас чему-нибудь учат, они дидактичны, прочитал капитанскую дочку, проникся тем, что честь важнее жизни, что ее надо беречь с молоду, прочитал «Войну и мир», понял, что не надо тащить с собой в эвакуацию серебро, а надо тащить раненых. В общем, проверяющие школьные сочинения уже просто плачут от этих примеров, когда перепроверяют их еще раз, то есть главное, что школьник должен вынести из школьного курса литературы, это некий набор немудрящих истин, будь как Наташа Ростова, значит, будь как Петруша Гринев, ну, собственно, а зачем тогда вообще это все, да? А если они пишут собственные тексты, то эти тексты должны быть абсолютно непрактичными, они не решают никакой коммуникационной задачи, эти тексты должны создаваться исключительно для того, чтобы школьник научился создавать тексты морально-нравственного характера по заданному образцу. Ну и, естественно, умел ценить наше великое прошлое. Если мы посмотрим на способ работы с книгой, начиная с детского сада, через младшую школу, через среднюю школу, это я вот из интернета вам натащила просто целую кучу презентаций. Вот я однажды сама заглянула, как мой сын делает уроки со своей подружкой, в пятом классе они тогда были, заполняли свои читательские дневники, книга, какая книга «Житие Петра и Февронии Муромских», кто автор «Епифании премудрой», чему меня научила эта книга, эта книга научила меня мудрости. Все, значит, прочитал, проникся, стал мудрым. Книга учит нас, любая книга, за какую ни возьмись, она непременно нас чему-нибудь учит, эта книга нас учит, книга воспринимается как учебник. Можно читать учебник для удовольствия? Ну, я в детстве читала, но большинство так не считает. Вот одно, некоторое время назад у нас были бурные споры по поводу литературы в школе, и вот мне как-то несколько раз приходилось в публичном пространстве сталкиваться с Павлом Пожигайло из общественной палаты, который говорит, что это за неприемлемый гедонизм книга как источник удовольствия. Как можно к книге так относиться, как к источнику удовольствия? Книга – это святое, но в самом деле, как можно вообще получать удовольствие от Евгения Онегина? Как вам не стыдно его читать с удовольствием? Вы ему поклоняться должны. Чтение – лучшее учение. То есть ребенка с самого детства учат, что ты должен к книге относиться с почтением, потому что это учебник жизни, она священная, ее надо почитать. В принципе, это очень архаичный подход. Вот мы сейчас со школьниками говорим о древнерусской литературе. Это ровно древнерусский подход. Первый век христианства на Руси. Книга очень дорогая. Дорогая в производстве, долгая в изготовлении, дорогой пергамент, жалко тратить на какую-нибудь ерунду. Книга несет священное знание христианства. К книге надо относиться максимально бережно. Она передается из поколения в поколение. В ней нет никакого вымысла, весь вымысел от лукавого. Она вся содержит священные истины, а ты должен их с благоговением впитывать. С книгой нельзя спорить. Но зато есть еще какие-то скоморохи, которые очень вредные, которых протопопов вакуум, например, гонял одному, изломал все его бубны, медведя пришиб, а второго в лес отпустил. Действительно, у взрослого формируется впечатление, выращенное на этом чтении лучшем учении, что есть какие-то две литературы. Одна священная, получать от нее радость нельзя, ей надо поклоняться, но кто умный, тот прочитает. Я недостаточно умный, может быть, чтобы эту огромную книгу дочитать до конца. Мне скучно, я на дне засыпаю, но я засыпаю зато в священном ужасе, в священном трепете перед ней. А есть еще какая-то другая литература, она очень вредная. Такой фастфуд литературный. Но зато от нее есть какое-то удовольствие, поэтому детям ее давать нельзя, удовольствие вредное. Это что-то такое, как вопрос о кормлении ребенка. С одной стороны, есть невкусные овощи, которые в него надо впихивать. У него что остается? Какие у него способы продемонстрировать собственную волю? И обратно эти овощи просто все выплюнуть. Или сказать, не буду я читать. Не хочу я этого всего читать. А есть какой-то ужасный фастфуд, какой-то страшный Макдональдс, картошка фри, газировка, сладости, печенья, от которых ребенка надо охранять. Ну и вот, собственно говоря, вот эти государственные охранители и общественные охранители, они все время ходят и высматривают, где тут наших ребенков хотят сладостями отравленными заманить, где им тут картошку фри предлагают и гамбургеры. Никому не приходит в голову, что при этом можно говорить о вкусной и здоровой литературе, в том числе детской литературе, что ее можно вкусно готовить, что даже овощи можно подавать так, что они не будут вызывать немедленные рвоты, что вкусная литература может быть полезной и не обязательно должна быть вредной. Но, к сожалению, при этом, чтобы говорить о современной литературе, у школьника нет ни аппарата, ни слов для нее, его этого просто не учат. Я очень часто сталкиваюсь с тем, опять же, на том же конкурсе книгуру, читая читательские отзывы детские, что дети, наученные учителями в парадигме, что хотел сказать автор, то есть, как бы, ищи, где тут у автора моральный урок. Они ищут в книге прежде всего, а где тут моральный урок, где тут написана мораль, а почему она не написана большими белыми буквами по красному фону. Дети возмущаются тем, что персонажи в книге разговаривают, как живые дети, используют сленг. Дети воспринимают метафоры, как речевые ошибки и требуют, чтобы автор их устранил. Дети возмущены тем, что персонажи плохо поступают. Дети возмущены тем, что автор изобразил злую учительницу, потому что учительница должна быть хорошая. Ну вот, апофеозом всего, наверное, я помню, было у нас замечательное выступление на школьной конференции двух чудесных девочек из какого-то волжского города, у которых были доклады про роль матери и роль учителя в современной литературе, образ матери и образ учителя в современной литературе. Оба доклада были построены примерно одинаково, то есть там ранжировались книжки по тому, как мама и учитель в них изображены от плохого к хорошему. Вот злая мать или плохая учительница, вот так себе средненькая, а вот хорошая. И какая же ценность, практическая ценность этой работы? Надо составить списки для изъятия книг из библиотек, где изображены плохие матери и плохие учителя. То есть, ну как бы, они же подают плохой пример, то есть это еще и отношение к ребенку как к чистому листу. Что он прочитает, тем и проникнется. Как будто все, кто прочитал Евангелие, немедленно уверовали. Как будто все, кто прочитал в детстве правила поведения пионера, тут же стали идеальными пионерами. То есть, как бы, действительно отношение к ребенку и вообще к читателю как к какому-то несмышленышу, чью невинность постоянно надо охранять, потому что собственного ума у него нет, и он никогда ни за что в жизни не поймет, что так поступать не надо. Поэтому бесконечный вопрос, а можно ли ему давать в руки книгу, в которой речь идет о чем-то вот таком, вот каком-то таком нехорошем. Не устаю приводить этот пример. Однажды девочка лет 15, которая у меня ходила на курсы творческого письма, сказала, а мне бы иной раз бы и не хотелось что-то пробовать на собственном опыте, а хотелось бы лучше в книжке прочитать, как это так бывает вот у этих людей. То есть я, может, не хочу пробовать наркотики, но я бы почитала, что думает про это наркоман. Зачем мне повторять это на собственном опыте, когда в книжках все описано? Это разумный, в общем-то, подход. Чтение расширяет какой-то горизонт человеческого видения мира, но мы стараемся дать им максимально безопасный горизонт. А какие безопасные книжки? Про родину, природу, и что там еще было-то? Патриотизм. Тема Родины, тема войны, тема природы. Ну и, собственно, все. И детям поэтому очень часто покупают книжки, которые совершенно никак не соответствуют их потребностям, потому что они не говорят с ними о том, о чем дети хотели бы, может быть, поговорить. И при этом, вот поэтому возникает некоторый зазор между писателем, который хочет что-то сказать, и читателем, который еще не вполне созрел для этого чтения, которого к нему не подготовили. Писатель в школе традиционно воспринимается как учитель морали. И когда человек вырастает, он говорит, а кто он такой, этот писатель, чтобы учить меня морали? А он пьяница и картежник, например, или он там со своей женой плохо обращался. Какой результат? Не буду я есть эти ваши брокколи, да? Не хочу я воспринимать от него никакое учение, не буду от него ничему учиться. В результате, в принципе, издатель боится рисковать, издавая книгу для продвинутого умного читателя. А вдруг неправильно поймут, а вдруг такого читателя вообще не существует, а вдруг распространители не возьмут, про распространители еще отдельный разговор. Ну, тем не менее, да, и при этом родители-то еще, порядок на рынке определяют все-таки не дети с их читательскими запросами, а родители с их любовью к старому, доброму, проверенному, испытанному на личном опыте. Поэтому большинство издательств, весь мейнстрим рыночный работает именно на старое доброе, на воспроизведение уже существующего. Ну, какие тут еще издержки у этого подхода? Книга «Учебник жизни», что действительно книга превращается в такой набор житейских историй, которые можно с разных сторон обсасывать, на ЕГЭ, на сочинение, ну, вот что-то вроде передачи «Смотри, пусть говорят», только там, значит, обсуждают не какую-нибудь реальную девицу, а Наташу с Анатолием Курагиным, да, вот. А вот она, значит, вот она Андрею изменила или не изменила? А было у нее там что-нибудь с Анатолием или не было? А вот, собственно, какое она право имела от Андрея уходила? Андрей сам дурак ее бросил, да? Вот, ну, собственно говоря, вот этот подход превращает школьную литературу в пусть говорят, и читатель оказывается совершенно неподготовлен к встрече с какой-то другой книгой. Тем не менее, в обществе постепенно вызревает понимание, что какие-то другие подходы все же возможны. Да, мы сами читаем по целому ряду других причин, кроме как причина получить моральный урок, да? То есть вот когда спрашиваю, называют мне целую кучу разных ответов, и наверняка у вас к этому списку найдется еще там прям сразу 5-6 каких-то своих добавлений. Школьнику тоже очень трудно дается этот подход, поскольку он не дает вызреть внутренней потребности читать. Ему все время эту потребность навязывают, когда она еще не успевает сформироваться. У него полностью выпадает из его поля видения весь сегмент актуальной литературы, что российской, что зарубежной, какой угодно. Вот есть священная классика, да, и есть какие-то вредные книжонки, а больше ничего нет, и нет языка для того, чтобы об этом разговаривать. Ну вот, может быть, рано или поздно все-таки появится такой общественный какой-то консенсус, что читатель может спорить с книгой, не соглашаться с книгой, бросать ее, сердиться на нее, да, вести с ней диалог, сам вычитывать из нее какие-то смыслы, при котором его выбор книги будет диктоваться его внутренней потребностью, а не навязанными сверху списками. Потому что вот эта проблема списков, это чуть ли не одна из главных проблем сегодня, когда считается, что дай ребенку список литературы, и все проблемы детского чтения и школьного преподавания литературы таким образом решены. О чем бы мы ни заговорили, всегда дайте список, дайте список. Заговорим о сегодняшней детской литературе, дайте список. Ну, собственно, можем попытаться дать список там хороших детских авторов, но они же все ужасно разные, да, то есть вот, ну, можно говорить о том, что есть живые классики практически признанные, есть Яснов, есть Бородицкая, есть Геворгизов, да, Усачев, что стремительно в эти живые классики пробиваются Жволевский и Пастернак, которые уже, в общем-то, общепризнанные, да, что новые входят авторы уже в парадигму школьного и внеклассного и летнего чтения, такие как Эдуард Веркин или Катерина Мурашова или Нина Дашевская. Можно говорить о том, что в области детской поэзии, где кажется, да, Малышовой, где кажется, ничего не сотворено со времен, там, Чуковского и Маршака, есть совершенно замечательная Настя Орлова, да, есть Галина Дядина, есть Маша Рупасова, Наталья Волкова, что есть свой круг читателей у таких авторов, как там Наталья Щерба, например, Лианна Никольская, да, что вокруг одних издательств формируются одни круги авторов, вокруг других издательств формируются другие круги авторов, у каждого свои предпочтения. Но вот мы в школе, например, для детей, поступающих на гуманитарный профиль, у нас обязательное задание принести список последних 50 книжек, которые ты прочитал. Очень интересные срезы детского чтения, очень разные дети, да, кто-то идет сериями, да, вот, значит, весь Толкин, вот вся Роулинг, вот все коты-воители, вот еще что-то. У кого-то сплошняком все новинки, розовый жираф, самокат, компас-гид, да, вот все, что вот издали такого, особенно зарубежная литература, особенно скандинавская. Ну, сразу понимаешь, да, кто, что у ребенка мама и папа, наверняка, значит, там, либо журналисты, либо работают в книжной отрасли, либо еще что-нибудь такое. У кого-то сказки сплошняком, сплошняком, сплошняком сказки. Один раз пришла поступать в восьмой класс девочка Бекет Ионеско Сартр, да, в восьмой класс. То есть и в тот же восьмой класс поступает ребенок, у которого русские сказки, афганские сказки, индийские сказки. То есть они действительно очень разные, даже в одном и том же восьмом классе, даже в одном и том же каком-то социальном срезе. Если говорить еще об авторах, действительно последние годы выдвинули большое количество замечательных авторов, если говорить там о том, кто лично мне симпатичен, тоже могу вот такими вот именами, списками, перечнями сыпать. Да, Ая Инна, Светлана Лаврова, Стас Востоков, Шамиль Идиатуллин, Илга Понарницкая, она же Евгения Басова, Евгения Овчинникова, Светлана Волкова, Лилия Волкова, Ирина Богатырева, Мария Ботева, Артем Лихович, Лариса Романовская. Да то бесконечно можно перечислять это, вот знаете, и всегда остается вопрос, а почему этого назвали, а этого не назвали? А потому что вот сейчас прям в голову не пришло или не успело, да, те, кого упомянули, те ушли или уснули, те, кого докладчик ест, в кулуарах кроется ест. Это со второго съезда Союза писателей, да, как будто вот когда тебя упоминают, тебя, значит, вот уже включили в какие-то, ты включен в список, да. Ну что еще, да, Строкину не назвала, и Рудашевского не назвала, Юлию Кузнецову не назвала, Викторию Лидерман не назвала, Викторию Лебедеву. Бесконечно же можно называть, то есть встать вот так вот и сыпать списками, да. Как бы это не списками решается, это решается какими-то подходами скорее, да. Ну, современное отношение к чтению, при котором вообще возможно общение ребенка с детской литературой, предполагает свободу, свободу выбора, свободу общения с этой книгой, соблюдение тех самых прав читателя, о которых говорил Даниэль Пинак в книжке, как роман, и тем, что мы перестаем воспринимать книгу как учение, которое непременно надо усвоить и приложить близко к сердцу. А может не надо, а может с ней поспорить можно, с ней, с героями, с автором, может быть автор вообще тебе не дает ответов и задает вопросы, а ответ ты сам должен сформулировать для себя, и мы не знаем, какой ответ ты для себя сформулируешь. С современными писателями то еще хорошо, что они живые люди, их можно ловить на встречах, им можно задавать вопросы. Вопросы, кстати, современным читателям дети очень милые задают. Значит, первый вопрос всегда, а можно я вам покажу свой текст? Да, или там, а можно я пришлю свои тексты на конкурс? Второй вопрос, где вы берете сюжеты для своих книг? Третий, непременно, сколько вам лет, и последний, если уже книга понравилась, встреча понравилась, как вас зовут? Вот это непременно. Собственно говоря, детская литература, вот, кстати, отсюда уже возможный переход к классике, не от классики к современной литературе, потому что этот переход им дается очень тяжело, а от современной литературы к классике наоборот, когда и классика начинает звучать по-другому, когда ты учишься разговаривать с книгой, не просто сидеть и слушать наполовину непонятную лекцию, а разговаривать с ней, искать в ней что-то, вести диалог с автором, то и Пушкин начинает тебе отвечать, начинает с тобой разговаривать, и Тургенев начинает с тобой разговаривать. Отсюда вот это вот современное желание осовременить Пушкина, да, Пушкин регулярно в рисунках предстает перед нами как хипстер, как Пушкин там прогуливающийся с котом, Пушкин сидящий в кафе с ноутбуком. Вот недавно в одной учительской фейсбучной группе живо обсуждалась тетрадная обложка, на которой изображался Пушкин, на лбу у него наклеечка «Наше все». И подпись «Пушкин любил играть в угадай кто, но не умел». И здесь действительно, мне кажется, замечательный и тонкий троллинг одновременно и тех, кто налепливает на Пушкина этот лейбл «Наше все», да, и учителя. А учителя это восприняли как пошлость, дурновкусие, издевательство над классикой, да, вместо того, чтобы порадоваться тому, что Пушкин жив, да, не хуже Цоя. Пушкин актуален, он воспринимается как современник, как собеседник, как человек, с которым можно играть. Пушкин, мне кажется, порадовался бы, а не оскорбился. Так, ну, собственно, меняется все, да, меняются даже способы узнавать о хороших книгах. Раньше это были библиотечные рекомендации, списки летнего чтения, газетные рецензии, сейчас все чаще. Блоги, сайты, отзывы в СМИ, онлайн-олимпиады, литературные конкурсы. Литература становится связана, литература, разговор вот этот неформальный перестает умещаться в классную комнату, он требует каких-то неформальных мероприятий, он требует среды, в которой можно безопасно, не опасаясь, что тебе сейчас обличат твое поведение, прочитают очередной моральный урок, где можно говорить на безопасных примерах книжных героев о темах, на которые обычно не приходит в голову поговорить ни с родителями, ни с учителями. И можно постепенно выращивать квалифицированного читателя. Отсюда уже, не от школьного урока литература, а от внутренней потребности говорить о литературе, возникает необходимость литературы конкурного образования. Вот мы это, опять же, часто видим на примерах комментариев детских конкурсов книгуру, когда дети начинают с жаром говорить о книгах и понимают, что им не хватает слов. Они не знают, как это назвать, они не владеют понятием там сюжет, фабула, развязка, кульминация, да, и вдруг между ними завязываются разговоры, где они говорят, а это называется так, да, тебе лучше пользоваться здесь вот таким термином, тогда мы все тебя поймем. То есть здесь последовательность, как бы она не от священных текстов и языка для описания священных текстов, а от живых текстов, имеющих отношение к жизни современного ребенка в 21 веке, к темам, которые ему могут быть интересны. И через это постижение литературоведческой грамотности и умения разговаривать с более сложными текстами, требующими и комментариев, и непростой авторской позиции, да, и так далее. Когда у ребенка действительно нету своего языка для разговора о книгах, а есть только скучно и интересно, ему действительно приходится очень тяжело. И как раз разговор о современной детской литературе здесь ему помогает и уточнить, что он имеет в виду, да, и выработать какие-то новые новые способы говорить о книге. Ну, жаль только жить в эту пору прекрасно, и уж не придется ни мне, ни тебе. Данные прошлого года Всероссийская книжная палата самые продаваемые детские книги. Ну, мы видим, что за редким исключением здесь почти ничего нет для аудитории старше шести лет. Основные книжки покупаются для школьников и покупаются с, в общем-то, утилитарной целью приучить их к чтению, да, вот их сначала приучают к твердой пище, приучают к горшку, приучают к чтению, а потом выучить с ними азбуку и выучить с ними основы счета. Собственно говоря, да, и дать им какие-то безопасные тексты, которые воспитательница с удовольствием возьмет на осенний праздник, которые можно выучить с ребенком к новогоднему утреннику в детсаду, и, собственно говоря, вот это дошкольное чтение современное за вычетом, ну, классиков, которые здесь фигурируют, к чему оно, в общем-то, сводится. Ну, вот это Холли Вепп, я думаю, здесь обложки сами за себя говорят. Да, это Ирина Гурина, тоже всяческие зайчишки, уже видим, в каком оформлении они издаются, да, художник явно не перетрудился. Писатель тоже, мне кажется, не перетрудился, мне кажется, любой из вас такие стихи, в общем, способен километрами гнать, для этого не надо даже особенно как-то глубоко задумываться. А вот многолетний лидер рынка Владимир Степанов, то есть видим абсолютно прикладные вещи, азбуки в картинках, учебники какие-то для ребенка, то есть, опять же, книга как учебник, книга, которая позволяет овладеть азами грамм, но, как правило, вот эти книги издаются издательствами, которые вообще не работают на столичный регион. Они очень недорогие, они очень дешевые в производстве, они пишутся, издаются многотысячными тиражами и развозятся по провинциям, по маленьким городкам, где, собственно, их покупает небогатый и непритязательный покупатель, который, с одной стороны, понимает, что детям надо читать книжку, с другой стороны, они искренне восхищаются этими книжками, то есть, если вы посмотрите на отзывы где-нибудь на сайтах книжных магазинов об этих книжках, купили книжку, замечательные добрые стихи, учат добру, добрые иллюстрации, симпатичные зверюшки, смотрели с ребеночком с удовольствием. Главное, чтобы против шерстки не гладить, чтобы оно было доброе, хорошее, пушистое, с большими глазками, а что там жизни никакой нет, и что все эти зверюшки, в общем-то, на один фасон, но это уже, в общем-то, дело десятое. В 2017 году одним из лидеров этого рынка был Феликс Маляренко, в 2018 его нету, есть Татьяна Коваль, но, в принципе, как бы одно от перемены мест слагаемых, сумма не меняется, сумма тиражей, и, в общем, общая картина на рынке, которая и заставляет людей, которые впервые вошли в книжный магазин, утверждать, что современной детской литературы нет. Вот они пришли, увидели со всех сторон этих глазастых котиков и сказали, какой ужас детской литературы, нет. Вот вам из азбуки Феликса Маляренко, особенно призываю прочитать стихи на букву К, это мое любимое здесь. Правда же прекрасно, да? То есть, ну, это лидеры рынка. Вот. Ну, плюс еще к тому, есть же еще закон о защите детей от информации, да? Который вот таким книжкам про глазастых котиков, он им абсолютно благоприятствует, да? Попробуйте написать о чем-нибудь более-менее серьезно. Издательства очень часто перестраховываются и ставят на свою продукцию более высокую возрастную маркировку, чем на самом деле вот тот возраст читателя, для которого это адресовано, потому что, ну, прокуратура не спит, уральский родительский комитет не спит, да? И Роскомнадзор, опять же, тоже бдит и присматривает. То есть, рисковать издатели не хотят, для них слишком высокие ставки. Распространители не берут книги для детей старше 6 лет, у нас это все равно не купят, не берут сложные книги, не берут хорошо иллюстрированные книги, потому что это слишком дорого, да? В результате большая часть страны питается вот этой вот второсортной продукцией, хорошее издательство очень часто не могут реализовать свои книги, не расходятся тиражи, потому что их не берут распространители. Вот такая коллизия тоже существует. Ну и кроме того, как я уже сказала, вот среди в топе рынка нет никого, кто пишет для самостоятельно читающих детей, потому что считается, что вот с того времени, как мы отдали ребенка в школу, за него отвечает школа, и его чтением руководит школа, и если ему надо, он книгу возьмет в школьной библиотеке. Это, конечно, не касается тех родителей, которые пропадают на книжных ярмарках, из нонфикшена вывозят детские книги тоннами и килотоннами, такие есть, и в Москве их немало, и на каждой книжной ярмарке вы их увидите обвешанных не только сумками, но и младенцами, для которых это все покупается, в том числе и впрок. Кстати, не факт, что младенцы вырастут и это оценят. Собственно говоря, миф о том, что дети не читают, он всем очень выгоден. Распространителям, которые покупают книжки, то есть берут на распространение книжки самые простые, самые примитивные, самые такие вот, как бы прямолинейно выполняющие запрос книга, это учебник. И издателям, которые поставили на конвейер вот это издание халтурной литературы, родителям, которым не надо думать, да, пришел, выбрал какого-нибудь котика попушистее, и каждый вечер, значит, сиди, предавайся со своим ребенком мимимишному созерцанию котиков. То есть при этом у нас, несмотря на то, что у нас очень богатая детская литература, у нас нет программы распространения детской литературы за рубежом. Вот в Швеции, например, детская литература считается национальным достоянием, да, ее пропагандируют. У нас иногда бывает так, что даже и показать-то почти нечего, потому что мало кто из наших авторов переводится на иностранные языки, издается на английском, имеет своих агентов, которые бы пропихивали это на международный рынок. А главное, наше государство не занимается пропагандой нашей детской книги за рубежом и ее переводом. У нас, в общем-то, есть принятая в 2018 году программа поддержки детского чтения, но я, честно говоря, не видела ни из чего она состоит, ни результатов. По-моему, первый этап это вообще там сбор информации, исследования и все такое. Здесь боюсь наврать. Роспечать поддерживает конкурсы детской литературы, дает гранты на книги, на книги дает гранты правительства Москвы, но пока что вот это все капля в море. При этом в стране сейчас нет ни одного детского издательства, в котором была бы доля государства. То есть вообще государственного издательства, которое издавало бы детскую литературу, у нас нет после раздела Детгиза. К сожалению, картина такая. Ну, да, вот, и при этом вот действительно то, с чем нам приходится постоянно считаться, с ощущением, что книги вред, что на книгу надо охотиться, что она вот содержит в себе что-то неприемлемое. Последняя из новостей – это книжка «Творческий блокнот. Уничтожь эту книгу», в которой нашли пропаганду суицида на странице, где призывается найти еще другие способы уничтожения. Имеется в виду этой книги. Там ее надо рвать, там на нее надо какие-то там отпечатки кофейной чашки ставить, отпечаток ботинка. Да, это творческий блокнот, который как бы призван раскрепостить внутреннего художника. Но при этом издателям и переводчикам тоже, конечно, надо иметь некоторые соображения, да, чего они делают и чего они переводят. То есть вот в одном из изданий этой книжки, во всяком случае, если верить родительским комитетам, содержатся еще и такие странички. Но при этом мы видим, да, что реакция общественности всегда однозначная. Они требуют изъять, уничтожить тираж, запретить, оштрафовать и так далее. Когда книга тебе чужда, да, что ты делаешь? Ты ее не покупаешь. Да, или требуешь в магазине вернуть тебе деньги с чеком, потому что тебя ввели в заблуждение. Ты пишешь о том, что вот эта книга, посмотрите, она книга дурного качества, да. Но у нас здесь исключительно репрессивные работают механизмы регулирования. Не репутационные, а именно репрессивные. Детская литература вечно живет в ожидании прокурорских проверок. Точно так же, как и библиотеки. А пресса интересуется детской литературой в основном тогда, когда в детской литературе появляется какой-то скандал. То есть вот в прошлом году уполномоченная по правам ребенка создала замечательный информационный повод. Все с восторгом написали о том, что детская литература ужасно вредна. Да, ха-ха-ха, какая-то петушиная лошадь. Хоть бы кто-нибудь поехал в Екатеринбург к замечательному писателю Свете Лавровой и поговорил бы с ней об этой петушиной лошади. А персонажи сказки народов коми. Да, петушиная лошадь, у нее сказка экологическая, петушиная лошадь, дух хаоса и разрушения, которая вот где появляется, там, значит, все плохо становится. Когда мы подписали открытое письмо к Анне Кузнецовой, и я давала комментарии прессе, почему прессу больше всего интересовала фольклорная сказка «Бычок-дрестунок», которая попала туда, в эту подборку, из сборника поморских сказок. Это научный сборник, опубликованный каким-то университетом. Со мной хотели говорить только об «ычке», не о положении дел в детской литературе. Если вручают какую-то премию, ну вот, например, я хотела говорить дальше о премиях в детской литературе, вручают «Крапивенку» в Екатеринбурге, крупная, одна из крупнейших детских премий. Откуда читатель в Москве об этом узнает? Потому что про это написала Екатеринбургская региональная пресса, это попало в какие-то генераторы новостей, да, и оттуда уже пришло, это повторили ленты новостных агентств, и это подхватила центральная пресса. Центральная пресса этим не интересуется. Просто как бы, нет новостных, подумаешь, один из главных конкурсов детской литературы, о чем тут вообще говорит детская же, не взрослая детская всегда, воспринимается прессой как нечто второсортное и несуществующее, это легко. Ну вот, Уральский родительский комитет, ну давайте лучше о хорошем, где почитать про новые книги, это уж я побыстрее пойду, да. «Гайдаровка», «100 новых книг», ежегодный каталог, который они издают, самые лучшие книги года, тщательно анализируются, описываются, аннотируются. Сайты, к сожалению, в библиогиде сменилось руководство, и сменилась вся команда, ресурс несколько и изменился, да. Но, тем не менее, тут много интересного остается, даже «Медуза» и «То» тоже пишет про детскую литературу, хотя ресурс, в общем, не для детской литературы. Внизу, вот в ЖЖ, это не про детскую литературу, это просто как пример я здесь привожу, когда я спрашиваю своих друзей, много читающих себе и детям, где вы читаете про детскую литературу. Вот список блогов, из которых один человек черпает свои представления о детской литературе. Видите, как изменился книжный рынок и как изменились средства коммуникации на рынке? Ну, очень хорошо о детской литературе пишут вот в своих блогах вот эти литературные работники, Идария Дацука, Андрей Жвалевский, Ольга Лишина, действующие литераторы. В Фейсбуке замечательная группа читает Шафферт, Евгений Шафферт, блог «Книга Червивость», много каналов в Телеграме, симпатичных, пишущих о детской литературе. В ВКонтакте, блог «Книжный шкаф детям». Ну вот здесь я спросила учителей в группе «Методическая копилка» в Фейсбуке, где они черпают свои представления о современной детской литературе. Но здесь тоже, смотрите, за исключением того, что было выше перечислено, тоже масса интересных способов обогатить свои представления о детской литературе. Действительно, когда приходишь в книжный магазин, глаза разбегаются, и в них лезут всякие пушистики-глазастики. Вот здесь скорее это то, что приносит тебе сведения о детской литературе прямо домой, прямо в твою ленту, прямо на твой десктоп или в твой телефон. Литературные конкурсы и премии всегда формируют некий круг детских писателей, всегда по лонглистам уже можно понять, кто есть в детской литературе из тех, кто достоин внимания. Ну вот, должна сказать, как член экспертного совета книгуру, вот мы только что закончили формирование лонга и шорта для десятого сезона, к нам приходят рукописи от всех маломальски, наверное, значимых детских писателей со всех концов мира. Наверное, чуть не из 30 стран присылают нам рукописи, может быть, и больше надо посмотреть, статистику не смотрела. И, как правило, то, что входит в лонглист, это уже очень хорошие тексты, из них довольно трудно бывает выбирать шорт. И уже сформировалось, вычленилось некоторое такое комьюнити, некоторое сообщество детских писателей, про которых ты точно знаешь, и издатели уже точно знают, что вот этот писатель, наверняка у него есть что-то хорошее, у него можно и нужно интересоваться тем, что он написал. Естественно, за этими конкурсами надо следить, если мы хотим знать, что хорошего делается в детской литературе. Следить за издательскими новинками, в особенности издательств, которые хорошо работают для, может быть, и небольшого сегмента грамотных читателей, но зато за их продукцию не стыдно. Вот здесь, конечно, не претендую на какие-то исчерпывающие списки, покажу то, что мне показалось симпатичным за последний год. Вот это исключительно субъективный выбор. «Встречное движение самоката» популярное. Здесь как раз современные детские писатели, которые детские и подростковые, которые пишут о том, что близко и интересно сегодняшним подросткам. Это поэтическая серия самоката, совершенно чудесная. У «Компас-Гида» серия книжек, в которых публикуются современные авторы. Вот мы видим здесь Евгения Рудашевского, мы здесь видим Светлану Потапову, Анастасию Малышеву и последняя, по-моему, Наталья Савушкина. Да, не вижу кто. В Беринге такой сводный парад детской литературы. У Игмонта серия «Пестрый квадрат», очень интересная по современной детской литературе. Серия «Город мастеров» замечательная. У «Клевер-Медиа» подбирает свою библиотеку Михаил Яснов. У «Росмена» вот этот проект, в котором мне удалось поучаствовать. Это тоже серия «История всех вещей». Книжки, которые рассказывают современным детям о детстве их родителей, о вещах, которые тогда были, играх, которые тогда были. Да, и книжки, которые предназначены именно для совместного детско-родительского чтения. Вот такие истории издательского дома Мещеряковых. Тоже серия, посвященная современной детской литературе. Совсем новое издательство «Волчок», в котором две замечательных серии. Одна с рассказами современных писателей. Кстати, на уроках бывают очень часто. Нужны короткие рассказы современных детских писателей. Не знаешь, где взять. Здесь. А вторая серия называется «Память и детство». Первая книжка в ней вышла «Память и детство» Лидии Корнеевны Чуковской, о Корнеевне Чуковском, о том, каким отцом он был. И она будет посвящена именно детско-родительским отношениям, воспитанию, воспоминаниям о семье, о родителях и так далее. А вот здесь вот мне просто симпатична эта серия своими иллюстрациями. На них совершенно чудесные зверики. И это не все. Это как бы даже не вершина айсберга. Это капля в море современной детской литературы, про которую можно смотреть и смотреть, рассказывать и рассказывать. Но Шахерезада прекращает дозволенные речи. И у нас еще есть минутки три на вопросы, разговоры и так далее. Ага. Спасибо за лекцию. Я бы хотела все-таки спросить у вас. По вашему мнению, какова же все-таки функция детской литературы? Гидористическая, учебная, еще там какая-то. Что это такое? Потому что, как бы, надо вот, Зачем это все? Зачем мы читаем книги? Там был такой слайд. Зачем мы читаем книги? Не только для удовольствия. Для расширения наших представлений о мире. Литература – это концентрированный чужой опыт. Зачем нам чужой опыт? Мы постигаем мир на своем опыте и на чужом опыте. Иногда чужого, опосредованного опыта даже бывает слишком много. Вот мне попадались дети, которые до такой степени существуют в книжном мире или в виртуальном мире, что они не знают, как называются травки, которые растут вокруг них. Никогда не ходили босиком, не мокли под дождем. Для них это все не нужно. Меня на самом деле несколько даже пугает, когда вот есть такое, значит, по Фейсбуку одно время бегала картина с изображением огромной прекрасной библиотеки и с надписью «Это мое представление о рае». Когда ты в раю, ты же сам можешь это все. Ты можешь, да, мое представление о рае – это что я могу не прочитать о том, как кто-то где-то летает, а сама там полетать. Не как кто-то где-то покоряет северные моря, а сама покорять северные моря. То есть получать этот опыт непосредственно, а не опосредованно. Но, тем не менее, литература – это концентрированный, опосредованный опыт человеческий, который можно брать, принимать, отвергать, анализировать, применять к себе, использовать при создании собственного аппарата общения с реальностью. Здесь очень много способов применения этого опыта. Они очень разные. Да, очень много школьных повестей, много фэнтези. С подачей роулинг одно время было бесконечное количество школ про волшебников. Почему-то вот на конкурс «Книгуру» одно время очень много присылали такой русской фэнтези про Нафи, Яфи, Ирии. И непременно Перун приходит на совещание богов. Даже бог здесь, сварок здесь. Мокош пришла, совещание объявляю открытым, что мы будем делать с человечеством. Вот такого плана. Довольно много было. Обычные школьные повести. Пару лет назад на том же «Книгуру» чуть не половина наших текстов начиналась с того, что новенький приходит в класс. Вот почему-то в этом году новеньких мало. Дети с необычными способностями, этого очень много. Познавательная литература замечательная есть. Хорошие книжки об искусстве. Стали появляться в последние годы биографические серии. Разного качества, по-разному поданных, по-разному можно об этом говорить. То есть вот, например, в одной и той же серии «Забыла, какое издательство». Чему мы можем научиться у великих людей? Чему мы можем научиться у Эйнштейна? У Стивена Джобса замечательные книжки. Чему мы можем научиться у Ахматовой? Ну, трудно сказать. То есть здесь очень тяжело бывает. С биографическими книжками ужасно тяжело. Я вот сейчас сама для одного издательства сделала проект «Биографию Маршака для детей». Невероятно тяжело с детьми говорить про русский XX век. Совершенно непонятно как. Потому что за чью биографию не возьмись, по ней вот танком просто этот XX век проехал. Как с детьми об этом говорить, когда у нас нет общественного консенсуса еще по этим поводам. Нет хороших детских книжек про революцию практически. Нет общественного консенсуса, нет книжек. Про гражданскую войну, про Великую Отечественную они все с определенным уклоном в последнее время. То есть как бы ура, мы ломим гнуться немцы. То есть здесь очень много сложного. Хотя появляются книжки проблемные, касающиеся проблемных зон в истории. Но тем не менее оказывается, что, скажем, про репрессии с детьми говорить легче, чем про революцию, например. Очень многие взрослые пытаются писать про свое детство. Но им далеко не всегда это у них хорошо получается. Много книжек про попаданцев. Часто попадаются книжки про то, как один с другим поменялись какими-то телами или еще чем-нибудь. В этом году в Книгуру было очень много рукописей про опасности от гаджетов, опасности виртуальной реальности, про виртуальную реальность, которая засасывает людей. Вот такая тенденция есть. Зато гораздо меньше этого неоязычества. То есть год от года ситуация меняется. Она разная, по-разному бывает. Ноучпоп, как правило, хороший. Но с ноучпопом очень тяжело то, что это книжки чрезвычайно дорогие в издании. Они требуют иллюстраций, карт, схем. И, в общем, это все значительно удорожает издание и сужает круг людей, которые в состоянии позволить себе эту книжку. Да. Спасибо. Я рада, что это состоялось. Я хочу сказать, а как вы относитесь к экранизации? Можно пойти, вот вы сказали, можно пойти от современной классики, а можно от экранизации подойти, или, скажем, постановки. Вот у Азовского идет «Капитанская дочка», мюзика, что близко. Да я не знаю, почему, в общем-то, опасно. Другой вопрос, что иногда приводят детей в театр на постановку 18+, а потом начинают, опять же, жаловаться в прокуратуру, да, что мы вот тут ее привели на ревизор, а там какие-то сексуальные сцены нам показывают. То есть про постановку лучше сначала узнать, самостоятельно на нее сходить и посмотреть, поведу я детей на эту постановку или не поведу, или там почитать про нее что-то, мне кажется. Конечно, можно и можно, и нужно. Единственное, что дети очень любят ковыряться на тему, а он все испортил, а в оригинале было не так. Так вот нам как раз от этого и имеет смысл отталкиваться. Порча или замысел, баг или фича, да, значит, что имел, что хотел сказать автор. Если он поменял то, то, то и это, то какая главная мысль у него при этом была, да, с какой целью он так поменял. Вот у нас один из самых интересных уроков по войне и миру в 10 классе однажды был, когда мы сравнивали два фрагмента экранизации войны и мира, бондарчуковскую и английскую, четвертая часть, где Пьер попадает в плен. Сразу видно режиссерский подход, та сцена центральная, где Пьер говорит, они хотели поймать кого? Меня, мою бессмертную душу, да, то, что для Бондарчука абсолютно центрально, квинтэссенция всего. В английской серии этого вообще нет, потому что английский режиссер снимает семейный роман, классический, европейский, английский семейный роман, а не философскую, не историософскую сагу. И поэтому там совершенно другой принцип отбора эпизодов, он не хуже, не лучше, он просто другой, там другой месседж в этом фильме, да, когда детям, у детей-то получается сформулировать, а не просто он выпустил те эпизоды, а этот выпустил эти эпизоды. Когда мы видим, почему у Бондарчука Пьера играет пожилой Бондарчук, да, в английской экранизации совершенно молодой, абсолютно прелестный такой юноша не от мира сего, да, мы опять же понимаем, почему они это сделали, вот, и что хотел сказать автор. Субтитры создавал DimaTorzok